Это видео сняли жильцы дома. Из вентиляции льётся вода. Сток. Людям пришлось соорудить, чтобы не затопило квартиру. Валентина Леонова говорит, коммунальный кошмар длится почти полмесяца. По кафелью растекаются ручьи. Ванна и раковина окрасились в оранжевый цвет. Везде расставлены тазики. Вода льётся и днём, и ночью. Последствия потопа видны в коридоре. На стенах пятна. Обои отклеились. Валентине Леоновой 75 лет. Она инвалид второй группы. Из-за коммунальной проблемы пенсионерке приходилось выливать тазы с водой даже по ночам. Она жаловалась в управляющую компанию, но безрезультатно. Слесари приехали только спустя две недели. Присутствие съёмочной группы стало для них неожиданностью. Пенсионерка не понимает, почему протечку не ликвидировали и сразу тогда бы удалось избежать разрушительных последствий потопа. В управляющей компании говорят, что коммунальную аварию вовремя не устранили по уважительной причине. Не было доступа к квартирам верхнего этажа. Преджителям, конечно, мы извиняемся за то, что ситуация немножечко затянута. Не был предоставлен доступ к квартирам свыше. Проблема, что заливать на первом этаже женщину на втором этаже квартиры, было трудно попасть в неё. Когда попали, скрыли стену, где коммуникация оказалась, что протекает из соседней квартиры 22. То есть её заливают по дегонали. Вот сегодня удалось совместно организовать доступ в эти обе квартиры. Слесари решили проблему всего за час, а ждали их здесь две недели. Хотя по закону авария должна устраняться немедленно. Если собственники уехали, по заявлению прав компании, их должны разыскать сотрудники полиции. Также вскрыть дверь в квартире можно по решению суда.